За это приглашение, которое даст нам возможность познакомиться с вашей замечательной страной, с вашим талантливым и друголюбивым народом, позволит нам лучше узнать и понять друг друга. Отметив, что в основе советско-финляндских отношений лежат незыблемые принципы взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, товарищ Булганин сказал. Мы желаем всем гражданам Хельфи, всем нашим друзьям больших успехов и процветаний. Пусть крепкнет и развивается советско-финляндская дружба. В честь руководителей советского государства был выстроен почетный караул. С первых же минут пребывания на гостеприимной финской земле гости встретили самый радушный и теплый прием у народа дружественной державы. Этот визит широкая финская общественность расценивает как залог дальнейшего укрепления дружественных связей с великим соседом. В тот же день товарищи Булганин и Хрущев, а также сопровождающие их лица, посетили президента Финляндской республики Геккунена. Товарищи Булганин и Хрущев приехали в Финляндию по приглашению президента Геккунена и финляндского правительства. Советские гости нанесли визит премьер-министру Финляндии Сукселайнену. На приеме присутствовали министр иностранных дел СССР Громыко, министр культуры СССР Михайлов и другие советские представители. Беседа с главой финляндского правительства Сукселайненом проходила в теплой дружеской обстановке. На обеде, который дал премьер-министр в честь советских руководителей, встретились государственные деятели обеих стран. Наступил второй день пребывания советских гостей в Финляндии. В утренние часы они посвятили поездке на кладбище Хеатаниеми. Здесь похоронен выдающийся государственный деятель Пааси Киви. В своей деятельности на посту президента Финляндской республики он стремился к упрочению дружественных отношений между двумя соседними странами. Патриот Финляндии, друг Советского Союза, президент Пааси Киви считал добрососедские отношения с СССР первой нормой государственной деятельности для своей страны. При возложении венка присутствовала вдова президента Али Пааси Киви. Али Пааси Киви с волнением говорила о посещении страны советскими руководителями и поблагодарила их за внимание к памяти ее покойного супруга. В этот день к зданию Государственного Совета Финляндии пришли многие жители Хельсинки. Здесь происходила беседа товарищей Булганина и Хрущева с премьер-министром Сукселайнаном. Государственные деятели Финляндии и Советского Союза обменялись мнениями по общим вопросам, интересующим обе страны. В программе пребывания советских гостей Финляндии намечено ознакомление с различными сторонами жизни республики. Одно из лучших медицинских учреждений страны – детская больница в Хельсинки. Пользующийся мировой известностью детский врач Юльпе рассказал о том, что больница рассчитана на одновременное лечение 350 детей и имеет 13 отделений. Профессор Юльпе пригласил гостей осмотреть палаты. Товарищи Булганина и Хрущев зашли в комнату для выздоравливающих детей. В пригороде Хельсинки недавно появился новый поселок Тапиола. Архитектура его зданий типична для современного финского градостроительства. Советских руководителей встретили члены жилищно-кооперативного товарищества. Сейчас в поселке уже проживает около 4 тысяч человек. В квартире одной из рабочих семей советские руководители побывали в гостях. Рабочий металлист Бертил Дикман попросил товарища Хрущева сфотографироваться с ним. Встретные гости были приглашены посетить парламент Финляндской Республики. На большом приеме, после приветственной речи председателя парламента Фагерхольма, товарищ Булганин выступил с ответной речью. Он отметил, что советское правительство глубоко удовлетворено состоянием советско-финляндских отношений, успешно развивающихся на принципах мирного сосуществования. Пребывание руководителей советского государства в Финляндии продлится свыше недели.